Здравствуйте! В эфире авторская программа Медпров. В студии я и ведущий Скребет Сергей Сергеевич. Совместный проект Медиаресурса Медиаметрикс Питер и интернет-ресурса Сегодня у нас в гостях Татьяна Артуровна Караваева руководитель главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинско-исследовательского центра психотерапии и неврологии имени Бехтерева доктор медицинских наук, доцент без пяти минут профессор Татьяна Артуровна, хотелось бы поговорить на такую интереснейшую тему Особенно ввиду того, что как раз совсем недавно закончился в Санкт-Петербурге Конгресс Слип Посвященный медицине сна Второй уже международный По такой замечательной теме Замечательной, понимаете Сон и тревожное расстройство В принципе, есть такой спор научный Некоторые говорят, что тревожное расстройство приводит к нарушению сна Некоторые говорят наоборот Что нарушение сна приводит к тревожным расстройствам Так вот, где яйцо, где курица с вашей точки зрения И насколько эта проблема на сегодняшний день серьезна? Мне кажется, что это очень серьезная проблема Во-первых, потому что и тревожное расстройство и нарушение сна очень распространены и очень влияют на качество жизни Что первично, наверное, на этот вопрос нет ответа Потому что все правы Есть тревожное нарушение, которое приводит к нарушению сна И практически всегда тревожное нарушение приводит к нарушению сна И есть нарушение сна, которое приводит к тревожным расстройствам Потому что человек беспокоится, что он не спит он плохо себя чувствует, начинает переживать, что он не спит. И здесь, наверное, такой комплекс проблем, которые нужно рассматривать вместе. Если говорить о тревожных расстройствах, особенно о тревожных расстройствах мегаполиса, то ими страдают порядка 30, иногда, по некоторым данным, 40% населения мегаполиса. Потому что огромный темп жизни, конкуренция, многозадачность и большие требования, которые предъявляются к человеку, они, в общем, повышают пороговый уровень расстройств. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессивные и тревожные расстройства выйдут к 2020 году, а задумайтесь, это всего через полтора, получается, года на первое место среди причин нетрудоспособности населения, обогнав кардиологические и даже онкологические заболевания. Поэтому, конечно, это очень важная тема, и на сегодняшний день нет однозначных путей ее решения. Мы пытаемся найти некоторое соотношение медикаментозной терапии, психотерапии, но на сегодняшний день вот эта проблема не решена, и достаточно много специалистов, которые принимают участие в ее решении. Ну, вот вы сказали страшную цифру, на самом деле. То есть 30-40%, по вашему мнению, страдают в какой-то степени тревожными состояниями. Полностью с вами согласен, если цитировать бюллетень ВОЗ, буквально, довольно-таки свежая, на которую вы ссылаетесь к 2020 году по проблематике, то ВОЗ говорит примерно следующее, что в мире примерно 20% населения, вне зависимости от регионов, национальности и стран, это депрессивное состояние. Продолжение следует...